Для чего нужен гермоввод? Если у вас в кузове, вот в данном именно кузове, это Deo Matisse 2009 года, у него есть окошечка, которая перекрывается пластиковой такой заглушкой. В данном случае я в этой заглушке просверлил отверстие, в которое отлично вкручивается вот этот гермоввод. У него две гайки. Одна гайка обычная, просто пластиковая, которая закручивается на нем и зажимает вот этот пластик, или это будет у вас металл, неважно, в принципе. Сверлится это дело вот таким вот сверлом. Далее, выставлять туда кабель, вот этот именно гермовод под 4 гейдж. В данном случае у меня использован Concorde ПУГВ 1х25, изготовленный то ли по техническим условиям 35-51-0-12, то ли по ГОСТу 319-47, непонятно. В общем, делайте выводы, это вот такой вот кабель пользуется, 25 квадратов. Он отлично подходит. Вторая гайка, я ее сейчас сильно закрутил, сейчас покажу. Так затянул, что теперь раскрутить не могу. Хорошо закусывает там специальные есть насечки, которые закусывают гайку. Вот они. Значит, смотрите, здесь есть такая вставочка резиновая, она плотно одевается на кабель. Кабель плотно протягивается вот в эту штуку, вот, именно в сам гермовод. Потом резиновая втулочка вставляется вот здесь, в самом конце, и закручивается конусной гайкой, которая зажимает ваш кабель в этом гермоводе. Почему гермовод? Ну, это сокращенно герметичный ввод. То есть, есть участок, на котором при определенных условиях есть вариант, что кабель может перетереться или замкнуть, если, например, у вас это металл, а не диэлектрик, как в моем случае. В моем случае я просто обезопасил автомобиль от протекания воды в кузов, внутрь салона. Плюс к тому, что здесь будет стоять гермовод. Кабель в этом месте не болтается, он хорошо сидит путем зажатия вот здесь конусной гайкой. Соответственно, здесь никаких подводных камней, никаких неполадок быть не может именно на этом участке. Это отлично. Дальше я вам сейчас покажу, как он устанавливается именно на машине. В автомобильном кузове вот здесь вот есть такое вот окошечко. Если хорошо посмотреть, это именно Део Матис. Если вдруг кто загадывал, себе задавал такой вопрос, что же мне делать, как же мне провести провода, просто-напросто можете туда прокинуть. Если вы безбашенный берсерк и ничего не боитесь, можете просто вытащить это окно, просверлить в нем отверстие и протянуть вот таким нехитрым способом кабель. Я же делаю гермовод, чтобы было герметично и безопасно. Протягиваем. Затем берем эту заглушку и вставляем в ее законное место. Изнутри это выглядит вот так. Кабель можно теперь проложить под коврами, где вам удобно. А здесь это выглядит примерно вот так. Кабель сидит хорошо, крепко. Единственное, внизу я немножко не зафиксировал. Сейчас защёлкну. Всё, теперь можем протянуть кабель над двигателем. Вы можете это делать, как вам удобно. Я буду делать, как мне, как кажется мне удобно. Здесь есть поперечная распорка, тяга такая. Я думаю, вы видели на девятках, на десятках ставят такие, типа тюнинг. Вот. Здесь стоит такая с завода. Можно кабель прям взять и вот так к ней хомутами прикрепить. После того, как всё установили, смонтировали и закрепили, примерно вид должен быть вот такой. Конкретно в этом автомобиле мне видится это так. Значит, здесь снизу всё защёлкнуто. Защёлочка защёлкнуто. Тут тоже защёлкнуто. Вот она. Провод хорошо сидит. Здесь он идёт по воздуху, ничего не касается. И хорошо притянут хомутом к вот этой распорке. Здесь посередине тоже притянут. И здесь в конце тоже притянут. Вот на этом промежутке, вот от этой стяжки и до вот этой, здесь должен быть предохранитель. Так как это временная прокладка, то здесь его не будет. Ещё обратите внимание, вот здесь, видите, металлическая такая проволочка или шпилька, как её назвать. И вот кабель непосредственно вблизи неё находится. Его желательно либо притянуть к ней, чтобы он не вибрировал и не вот так не тёрся об неё при езде. Либо попробовать вот так вот отогнуть. Но при этом, когда поездите несколько дней, нужно проконтролировать, не провис ли он от температуры и не начал ли он где-то тереться. Если это, допустим, пластик о пластик, ничего страшного. Если это ПВХ именно оболочка об какую-то бронь, об какую-то гофру трётся, тоже ничего страшного, скорее всего, не произойдёт. Но, если это металл, особенно вот такие вот острые грани, то нужно это изолировать, отдалять его и так далее. Здесь показываю, как реализовал. Просверлил в штатной клемме отверстие под шестёрку и закрутил болтом под шестигранник. Родную клемму, которая идёт, я не знаю, на что она идёт на самом деле. Скорее всего, это вот вся штатная проводка. Идёт она вот сюда. Вот этот же стартерный толстый, генератор на стартерный, на развязку, скорее всего. Ну, это надо смотреть вот здесь. Сюда я лазить не люблю вообще. В последнюю очередь лезу, если вдруг надо конкретно. Вот такой вот окончательный вид проводки именно в этом автомобиле. Изнутри это дело выглядит вот так пока. Ну, в дальнейшем лажу. Ну, хотя оно, в принципе, и не надо. Вот это сейчас прокину. Несколько дней покатается машина. Плюс вот здесь лежит. Ничем не замотан. И так никогда не делайте. Он должен быть изолирован. Не дай бог, он куда-то на кузов коротнёт. А предохранителя у вас и нет. Предохранитель должен быть обязательно вот здесь. В пределах, ну, я считаю, что 20-30 сантиметров от плюсовой клеммы. В идеале, если он прям будет вот здесь стоять. Чтобы вот этот вот кусок никак не мог нигде не замкнуть. А весь остальной кабель, чтобы был защищен именно этим предохранителем. Номинал предохранителя на 25 квадратов или на 4 гейдж. Ну, в пределах 80-120 ампер. Больше 120 не ставьте. Это уже не нужно. 120, скорее всего, ещё сгорит. Если вдруг будет короткое замыкание, а 150 уже может начать плавить вам проводку. На данную минуту это вся информация, которую я хотел до вас донести. Надеюсь, она вам пригодится. Желаю вам удачи в прокладке проводки. И вообще в борьбе с этим нелёгким делом, которое называется автозвук. Хотя это классное хобби, но бывает приходится с ним бороться. Вот. Всем вам чистого и громкого звука. Пока. Увидимся.